привет 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 всем сегодня я решил вспомнить молодость не скажу что детство но и не скажу что юность это был промежуток между детством и юностью когда я обожал хард-рок вместе со своими друзьями мы очень любили тяжелую музыку гитарную слушали deep purple zeppelin black sabbath впрочем я сейчас все это дело слушаю мне все это дело нравится но тогда другой музыки для нас не то чтобы не существовало но существовало достаточно мало и наше представление рок-музыки складывалось из вот этих вышеназванных групп плюс еще естественно несколько the beatles the rolling stones само собой ну и дальше дальше а потом пошло множится 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 я даже уже не буду перечислять насколько быстро раскрылась вся палитра рок-музыки но я вспоминаю удивительный день купчина накрыла черная туча она нависла над нашими хрущевскими пятиэтажками купчинскими это было лето тьма пришла в этот город на неве я открыл раскрыл окно включил магнитофон по моему это был магнитофон нота m нажал на клавишу зазвучало невероятной красоты тяжелая страшная какая-то потусторонняя мистическая музыка и в это время сверкнула молния грохнул гром и полил страшный ливень и вот в этой атмосфере я слушал магнитофонную запись вот этого замечательного изумительного альбома который я до считаю одним из лучших альбомов в стиле хард-рок записано хотя это трудно отнести к хард-року это настолько самодостаточная музыка настолько внестилевая настолько интересное глубокое что говорит что эта пластинка это хард-рок или это зачаточный металл как принято разных критических обзорах это значит обрезать кастрировать эту самую музыку и ничего не передать judas priest 1976 год said wings of destiny называется пластинка второй альбом judas priest ну что сказать писали его в достаточно тяжелых условиях материальных денег у группы не было хотя первая пластинка уже вышла рок-ролла кстати говоря мы эту пластинку не слышали тогда когда у нас появилась вторая я имею виду нас молодых купчинских парней вот этой штуки у нас не было еще но потом мы уже все это услышали и прочее 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 но пластинка продавалась плохо рок-ролла денег она не приносила и артисты вынуждены были как и мы тогда молодые купчинские парни начинающие играть в разных самодеятельных группах вынуждены были работать на разных работах чтобы прокормиться и чтобы заплатить за запись вот этой пластинки потому что писалась она практически на деньги группы компания гал что-то добавила но я не знаю что именно может быть в плане зарплаты продюсера или что-то еще продюсера они здесь поменяли продюсер первого альбома их не устроил и правильно сделали кстати говоря вернулся ушедший барабанщик и рабочие парни но не то чтобы рабочие парни но люди которые вынуждены были каждый день или через день или утро вечер ходить на разные работы хорошей лондонской студии писали вот эту пластинку и где-то я прочитал интересные замечания они говорили что вот мы сидим пишем тут свою музыку за стеной у нас black sabbath за другой стеной у нас кто-то еще там не ладзеппелин а кто-то кто-то еще и а мы такие вот я извиняюсь выражение абсосы тут со своими гитарками тю 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 но из этого тю тю и может быть от отчаяния от общей неустроенности от состояния пан или пропал или мы сейчас либо всех порвем либо нас раздавят родилась вот эта пластинка которая как я повторяю повторюсь мне кажется удивительной она настолько музыкально она настолько неожиданно настолько интересно с любой точки зрения что я бы ее поставил если говорить о хард-роке я бы поставил даже выше чем альбом deep apple in rock до тебя план рок это очень хорошая пластинка очень крутая безупречно сыгранная невероятно смелая и все такое прочее и исполнены блестяще но там все понятно там с первой до последней ноты понятно абсолютно все остается только восхищаться мастерством музыкантов мелодиями наглостью громкостью все ручки вправо при этом все звучит все слышно все неожиданно достаточно но абсолютно все понятно абсолютно традиционная в общем музыка просто очень хорошая но абсолютно в традиции никаких откровений таких там в принципе нету ну не считать же этот длиннющая соло в child in time откровением это просто длиннющая соло ничего такого удивительного там нет но хорошая да крутое классическое но это просто длинная соло а здесь начинается такой театр роб хелфорд здесь блеснул интонациями если говорить об интонировании интонирование и смысле нот смысле пения и интонирование в смысле театра в смысле актерской подачи здесь он превзошел на мой взгляд питера габриэла времен тех когда он пел и играл в дженесис уж на что говорят там театр там там прямо габриэла габриэл как он там актерствовал вот кто здесь актерствовал вот это по-настоящему это в 10 раз профессиональней актерски в 10 раз интереснее в 25 раз шире по палитре актерской так здесь поет хелфорд мало того что великолепнейший голос и в одной из рецензий я прочитал кстати я соглашусь я редко соглашаюсь рецензиями что в 76 году хелфорд наверное был лучшим рок-вокалистом мира не больше не меньше а я соглашусь да если говорить о 76 годе об этом альбоме да я думаю что так она и было потому что во первых это широчайший диапазон во вторых это умение этим диапазоном пользоваться в третьих это точность исполнения это вообще профессиональное владение голосом это прекрасный слух это замечательная актерская составляющая так здесь все происходит я открываю текст и смотрю на эту пластинку ну во первых до оформление одно оформление чего стоит эта пластинка была у меня в руках в те самые годы когда мы были молоды и когда вот настал этот день с черной тучи я записал просто эту пластинку я взял у своего друга вальдемара одноклассника пластинку живую английскую она куда-то уже давным-давно дел я потом ее выменял вальдемар на что-то она была моей коллекции но куда-то потом делась английский оригинал это уже переиздание но абсолютно не играет никакой когда только ставишь иглу и включаешь магнитофон из ниоткуда из тишины глубочайшие реверберации выплывают медленно медленно звуки двух электрических гитар которые такую паутину составляют и думаю что это начинается какая-то психоделическая музыка вот они выплывают выплывают потом становятся громче и падают в гитарный риф в тяжеленный и запевает хэлфорд вот этой войске вумэн дидам но did you know what you're driving me insane и insane туда вот летит наверх и начинается просто какой-то спектакль такой такой мистический спектакль под завораживающий риф гитарный вот он идет 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 этот все развивается все прямо видишь эти образы какие-то невероятные в голове гитарная соло с квакушкой едкая немножко такой приглушенный тембр высокие убранные такой вот гадкий гадкий звук квакушечный этот соло гален типтон играет после этого соло дальше идет спектакль хэлфорда действительно спектакль потому что он за нескольких персонажей просто выступает меняет тембр меняет подачу это просто просто невероятное что-то я обалдел когда первый раз это слышал как так как так возможно а потом начинается медленная часть и когда я слушал на магнитофоне эту штуку мне казалось что это другая песня а это все та же песня продолжается victim of changes и вот это вот once she was wonderful думаю это совершенно другая уже история медленная красивая такая штука это все та же песня потом она возвращается свой вот этот гитарный накат до рыба вторая вещь это просто сказка это просто сказка невероятная какая-то бежит хэлфорд на октаву будет поет ровно потом раз на октаву вверх обратно то есть это как как так можно владеть голосом ревер используется фантастически ревер используется осмысленно не просто для красоты что где-то поддержать голос там чтобы было легче хэлфорду петь не там осмысленно идет драматургия просто этой реверберации это дыры пара это конечно потрясающая песня просто с хорошим гитарным соло тоже и это просто какой-то какой-то оперный фрагмент дырипа просто отдельное оперное полотно покруче чем не буду говорить кто чем многие группы которые играли прогрессив рог так называемый ну и конечно dreamer the silver медленная красивейшая песня которая начинается с акустических гитар чистый прекрасный голос хэлфорда который убрал все свои театральные гнусности вот эти чистым голосом поет красивым мужским безумным уходит в гитарное соло на разрыв просто она простое но она настолько разрывает и приходит к удивительной простой на цепляющей фразе как бывает знаете как соло там ботель калифорния например группы the eagles здесь другая фраза но она такая завораживающая такая цепляющая и мы с моим другом олегом валинским слушали эту музыкальную фразу чем она повторяется всего два раза там она не в нее не упираются музыканты не смакует и не навязчивые и не навязывают ее слушателю надо такая кайфовая она сразу вспоминается и мы с моим другом олегом валинскими повторяюсь придумали очень неприличный текст на эту фразу все время ходили и пели его по улице текст примерно был такой дам тебе ля-ля дам тебе ля-ля будешь вы я ля-ля-ля-ля дам тебе ля-ля отцов хихикал очень когда слышал наши пение под джудес прист ну следующая песня десивер это просто то что впоследствии когда-то через там лет шесть станет хэви-метал-роком и вещь которую мне не нравится здесь единственная одна это прелюдия фортепианное произведение типтона она просто слишком молодежно просто мне кажется она хорошая но она простенькая молодежная такая хотя артисты были молоды а молодость это не порог и молодежное мышление тоже не порог ну а то что дальше на второй это я только про первую сторону рассказала вторая сторона тиран произведение невероятное просто очередной театр очередной театр очередная театральная постановка очередная мини-опера просто это как если вы любите квин например то ранний причем квин то представьте себе квин в тяжелом роке хотя квин и так играет тяжелый рок но настоящий мужской рок который в десять раз интереснее на мой взгляд чем квин при всей моей любви квин я люблю иногда послушать квин но здесь то же самое мастерство та же самая фантазия тут зато та же самая театральность только все это без перевеса в театр а настолько органично настолько здорово настолько естественно и настолько профессионально сделано без перебора без пережима с удивительным совершенно вокалом геноцид следующее произведение из-за которого джинс приз были запрещены в советском союзе только из-за одного названия хотя песня совершенно как бы с обратным знаком убран совершенно ревер хэлфорд поет так как будто сидит рядом напротив безо всякой реверберации потом она включается и голос из-под земли сын авто сын помимо того что прекрасные мелодии прекрасное исполнение все вот эти штуки голосовые вокальные лучи хэлфорда в 76 году никто не пел никто никакой мэркури никакой питер гэбрио эпитафия медленное полотно где хэлфорд опять убирает весь свой театр все свои гнусности от чисто чисто красиво нежно и трагично поет и мелодически очень похоже на квин между прочим только интересней мне так кажется ну и island of domination финал который говорит о том что эта группа будет супер звездой просто когда слушаешь island of domination понятно что песня сейчас закончится потом выйдет следующая пластинка потом еще одна еще одна эта группа будет жить долго-долго-долго и успешно джуис прист сэд гвинкс сэд гвинкс of destiny 76 год моя юность юность моих друзей прошла под эту музыку но наша юность еще не закончилась поэтому впереди еще много много всего с вами был я пойду пить и слушать хорошую музыку всем пока